Всем привет, с вами Артём Бёрбман и канал Art of Visual Orgasm. В этом ролике я расскажу о 10 фильмах и сериалах, которые являются настоящим пособием по монтажу. Эти проекты лучшим образом показывают, на что способен монтаж. Это видео будет полезно не только монтажёрам, но и режиссёрам, потому что, как вы наверняка знаете, работа над монтажом начинается на пре-продакшене. Ну а главное, что все эти фильмы и сериалы развивают монтажное мышление, а я вам расскажу, на что обращать внимание при их просмотре. Начнём мы с фильма, ставшего уже классикой и получившего статус культового. Это одержимость Демьена Шазела, режиссёр монтажа Том Кросс. Том Кросс провёл в фильме шикарную работу, за что и удостоился премии Оскар за лучший монтаж. Том склеил фильм в рекордные сроки, всего за месяц, а сама кинокартина была снята за 24 дня. Режиссёр хотел, чтобы музыкальные номера в фильме выглядели как экшн-фильм. Среди референсов по монтажу были социальная сеть, о которой мы ещё поговорим, и бешеный бык Мартина Скорсезе. В итоге эти музыкальные сцены стали настоящим украшением фильма. Но главное это то, что Демьен хотел, чтобы монтаж иногда становился действующим лицом. Это проявляется в сцене, где Эндрю впервые оказывается в оркестре Флетчера. Здесь резкими склейками режиссёр и Режмонт хотели показать, что главный герой не успевает за происходящим, в отличие от другого оркестра, откуда пришёл Эндрю. Главный герой здесь выглядит потерянным, и монтаж это отлично передаёт, так как зритель сам не успевает за темпом склеек и действий. Более подробный разбор монтажа фильма вы можете найти по подсказке и по ссылке в описании. Второй фильм это социальная сеть Дэвида Финчера. Режиссёры монтажа Кирк Бакстер и Энгус Уолл. В фильме очень дробный и резкий монтаж, который заложен уже в самой первой сцене. Интересно, что такой нетерпеливый резкий стиль перекликается с главным героем Марком Цукербергом. Герой Джесси Айзенберга говорит в своей реплике, будто стреляет из пулемёта, а монтаж будто бы повторяет его манеру общения. Складывается ощущение, будто сам фильм смонтировал главный герой, и это отлично передаёт его точку зрения на историю. Ну и как все фильмы Финчера, социальная сеть имеет отличный тайминг и умелую работу с темпом монтажа. Здесь чётко можно увидеть взвинчивание темпа и затем его замедление, которое является отличным акцентом. Также в фильме можно встретить традиционное для Финчера возрастания крупности кадров в монтаже по мере развития напряжения сцены. Ну а что, пожалуй, самое важное, что монтаж в социальной сети раскрывает силу кадров реакции. Такие шоты являются необходимыми в любом фильме, и они содержат в себе огромный потенциал, так как через них мы понимаем, как персонаж реагирует на то, что происходит в сцене, и Финчер этим пользуется всегда абсолютно гениально. Третий фильм — это «Отступники» Мартина Скорсезе, режиссёр монтажа Тель Мускунмейкер. Фильм Скорсезе — пример эталонного монтажа в кино. Монтаж здесь довольно дерзкий и резкий, но всегда работает на драму. Особенно хочется отметить сцену вместе с главными героями, когда они оба молчат в трубку. Здесь Тельма и Мартин идеально тянут время в момент, когда герои молчат, а затем взрывают темп, когда персонаж Ди Каприо бросает трубку. В фильме много интересного перекрёстного монтажа, особенно в начале фильма, который делает экспозицию более интересной и захватывающей. Ну и нельзя обойти вниманием стороной сцену погони. Здесь великолепный монтаж, который создаёт интригу и скрывает пространство, играя на нервах зрителей. Можно также отметить интересные примеры осевого монтажа и вот этот мочкат, соединяющий две сцены. Четвёртый фильм — это «Старикам тут не место», братьев Коэн, которые сами и смонтировали эту кинокартину. У Коэна всегда был, есть и будет крутой монтаж. Здесь особенно хочется выделить все сцены, связанные с мотелями. Первый из них Лювилин пытается достать чемодан, а Чигур подходит к номеру. Зритель думает, что герой Бардема идёт к номеру персонажа Бролина. Ещё больше поддерживает это чувство, что когда Лювилин сильно бьёт палкой по трубе, то идёт склейка, где кажется, что Чигур прислушивается к этому звуку и мы думаем, что он слышит этот звон. А далее режиссёры открывают нам, что Лювилин в смежном номере и это решение отлично обыграно монтажно. Ну и не могу не коснуться экшен-сцены с собакой. Здесь есть великолепное нагнетание напряжения, через увеличение монтажного темпа. Тут, кстати, Коэна использует старый добрый монтажный приём «Бесконечная одесская лестница», максимально растягивая время на монтаже. Мой полный разбор этой сцены можно посмотреть по подсказке и по ссылке в описании. Пятый фильм – это типа «Крутые легавые» Эдгара Райта, режиссёр монтажа Крис Диккенс. Эта кинокартина – идеальный пример монтажа экшен-комедии. Количество монтажных приёмов в фильме на минуту хронометража просто космическое. Вряд ли в кинематографе есть лучший пример такого динамичного раскрытия героя с помощью монтажа. В фильме есть монтаж по перебросу камеры, монтаж по шторке, интересные клиповые врезки, как способ сжать время или склеить сцены, осевой монтаж и многое другое. Эдгар Райт – настоящий задрот монтажа, и он всегда прекрасен в его кинокартинах, и как минимум вызывает улыбку и восхищение. Шестой проект – это сериал «Во все тяжкие». Брэкенбэт стал эталоном киноязыка не только за счёт своих интересных мизансцен, но и творческого подхода к монтажу. Лучше всего он проявляется в дедуктивном монтаже. Подробнее об этом способе склейки можно узнать в отдельном ролике по подсказке и по ссылке в описании. Лучше всего такой монтаж показывает себя в великолепных тизерах сериала. По тизерам имеется в виду экранное время до заставки шоу. Здесь с помощью кадров с деталями на монтаже создатели скрывают происходящее и тем самым провоцируют интригу у зрителя. И часто, когда что-то проясняется, следует склейка на титры сериала, что подстёгивает зрителя смотреть дальше. И в этом состоит большая заслуга именно монтажа. Также не могу не отметить шикарный вход в сцену с помощью деталей. В сериале в подавляющем большинстве случаев монтаж сцен происходит через кадр-вставку. Это сглаживает склейку сцены и делает переход более плавным. Ну и конечно же нельзя пройти мимо многочисленных матчкатов сериала, коих тут не считано количество разных мастей. Полный разбор монтажа в Breaking Bad можно посмотреть по подсказке и по ссылке в описании. Седьмой фильм это Олдбой Пак Чан Ука. Режиссёр монтажа Ким Сан Бом. Сам корейский режиссёр характеризовал свой монтаж как не голливудский. Пак Чан Ук нестандартно подходит к монтажу, не боясь того, что он нарушает непрерывность действия, используя это как приём для создания, например, комичного эффекта. Особенно хочется отметить вот эту сцену, где с помощью кадров с коленями режиссёр подсказывает нам дальнейшее визуальное решение и погружение главного героя во флэшбэк. Ну и нельзя не отметить великолепный финал фильма с одним из самых изобретательных матчкатов в истории кино. Полный разбор киноязыка Олдбоя, в том числе и монтажа, можно найти в описании и по подсказке. Восьмой проект это Охотник за разумом Дэвида Финчера. Этот сериал отлично раскрывает, как можно сделать интересное шоу, построенное на допросе маньяков. Здесь всё пропитано духом Финчера, который традиционно увеличивает крупность кадров по мере развития напряжения сцены, и можно заметить идеальный тайминг склеек. С точки зрения монтажа я бы отметил первую сцену второго сезона, где жена маньяка приходит домой и застаёт мужа за всякими нехорошими занятиями. Эта сцена смонтирована с позиции женщины, и зритель с помощью монтажа встаёт на место героини, но и здесь на монтаже отлично нагитается саспенс и интрига. Ну и не могу пройти мимо сцены в машине, про которую говорю почти в каждом своём ролике про монтаж, и ставлю её в пример. В этой сцене режиссёр монтажа Кирк Бакстер и Дэвид Финчер решили не показывать парня жертву маньяка на протяжении всей сцены, скрывая его в расфокусе или выбирая кадры, где парня не видно. Таким образом, эта сцена стала самой обсуждаемой в сериале, а монтаж в ней пример эталонной работы. Разбор этой сцены режиссёром монтажа Кирком можно посмотреть по подсказке и по ссылке в описании. Обязательно посмотрите это видео, потому что оно раскрывает, как работает один из самых лучших режиссёров монтажа как минимум современности, а может и за всю историю кино. Девятый проект, а точнее проекты, это сериалы «Острые предметы» и «Большая маленькая ложь». Я объединил два этих сериала, так как у них общий режиссёр Жан-Марк Вале, который сам и смонтировал эти проекты. Канадский режиссёр, пожалуй, самый нестандартный монтажёр в истории кино. Главная фишка Жанна Марка состоит в интересном монтажном приёме, при котором он использует перекрёстный монтаж, но делает это очень необычным способом, раскрывая с помощью монтажа мысли героев. Вот отличный пример из «Большой маленькой лжи». «Большой маленькой лжи» Героиня Николь Кидман вспоминает, как муж её избивал, но при этом в момент флэшбэка мы слышим звук из сцены у психотерапевта. Таким образом, акустически мы остаёмся в сцене в настоящем, а визуально перед нами события из прошлого. Таким образом, мы как будто проникаем в мысли героини и видим то, что с ней произошло, при этом находясь в настоящем. В этом и состоит гениальность монтажа Вале. Полный разбор монтажного стиля Жанна Марка можно посмотреть по подсказке и по ссылке в описании. Ну и десятый фильм – это «Хороший плохой злой» с Евджио Леоне. Здесь сразу вспоминается финальная дуэль, где постепенно нарастают крупности планов и монтажный темп, подводя нас к кульминации. Но нельзя не отметить интересные склейки сцен. Мне очень нравится вот это из них. Здесь сцены связываются через сигарету, и когда Тука выплевывает её во второй сцене, это создаёт довольно-таки комичный эффект. Но, пожалуй, самая интересная сцена по монтажу – это когда люди Тука пытаются убить блондинчика. Здесь Леоне использует очень интересное и неочевидное решение. Мы видим перекрёстный монтаж героя Истуда и бандитов, но в него режиссёр вставляет кадры с экстерьера, где идёт колонна солдат. Кадры с военными на первый взгляд кажутся лишними и отвлекающими, но ближе к концу сцены Сержио блестяще раскрывает, зачем они были нужны. Продолжение следует... Полный разбой монтажа фильма можно посмотреть по подсказке и по ссылке. Это были 10 фильмов и сериалов, которые являются настоящим пособием по монтажу и по которым можно учиться этому прекрасному ремеслу. Если вам было полезно это видео, то ставьте ему лайк, пишите комментарий в поддержку и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем вам большое спасибо за просмотр и дохранит нас всех Отец Наш Небесный Сергей Эйзенштейн. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!